В Европе уходит корнями глубокое прошлое, и в X веке традиция устной передачи памяти о предках в знатных семействах стала сходить на нет. В середине века, в 948 году, на синоде Венгельгейме было принято указание хранить записанные генеалогии, чтобы члены рода не забыли своих предков. В сообществе знати прошлое представляло собой продукт культуры, и в силу этого оно было не статичным, а изменялось в зависимости от текущей ситуации. История рода была неразрывно связана с его настоящим и зависела от актуальных событий современности, следовательно, от самих ныне живущих аристократов. Традиция эта постоянно обновлялась, и переход от ее устной передачи к письменной в этом смысле ничего не изменил. Таким образом, вот эта традиция мемория была одновременно, с одной стороны, ретроспективной, то есть включала поминовения мертвых и сохранение памяти о них и их славных деяниях, и перспективной одновременно, то есть направленной в будущее на то, чтобы в различных формах, будь то тексты, будь то изображения или скульптура, монументальные какие-то памятники, приумноживать, увековечивать славу рода для грядущих поколений. При этом, как правило, о мемории говорится именно прежде всего в связи с церковной традицией. Но ее составную неразрывную часть составляли и произведения, которые не были непосредственно связаны с традицией поминовения усопших и создавались в светских целях. Сюда можно отнести, в общем-то, и саму историописательную традицию. И составной частью вот этой европейской традиции мемория были, которую можно в расширенном смысле воспринимать как культуру памяти в целом, составляли генеалогии и генеалогические истории аристократических домов и семейств. Они представляли собой фактор образования группы и являлись залогом знатности и благородства ее членов. И проекция славного прошлого рода на его настоящее и на его будущее побуждала, соответственно, новые поколения стремиться к славе, которая не уступала бы славе их предков, поскольку, повторюсь, слава дворянина и слава его предков были категориями взаимозависимыми. Традиция воспоминания предков была связана также с проблемой господства, поскольку древность истории того или иного рода свидетельствовала о его способности к власти, которая на протяжении столетий возрастала. Таким образом, мемория и генеалогия, как часть этой традиции, легитимировала власть, обеспечивала знатные роды обоснованием их властных претензий. Во Франции раннее новое время привнесло изменение восприятия наследственных качеств дворянства. Как известно, само представление об их наследственности уходит корнем в XII век. В конце же XVI века расовые теории дворянства укрепились и имели быстрый и широкий успех, который был связан с поддержкой их со стороны королевской власти. Дворянство в этот момент выступало в качестве гаранта порядка в королевстве, и к XVII веку созрела необходимость сформулировать концепцию происхождения и сущности дворянских добродетелей. Это было связано с возникшей угрозой положению дворянства, и в результате происхождение стало восприниматься как первичная составляющая знатности, более важная в сравнении с личной доблестью, которая такое значение имела в предшествующую эпоху. И значение древности, значение происхождения того или иного рода стало первостепенным. В связи с этим в раннее новое время генеалогии и генеалогические истории во Франции переживают, если не новое рождение, то, во всяком случае, новый подъем. И изучением истории дворянских аристократических родов во Франции занимались многие интеллектуалы, даже те, чей интерес к этой проблематике, на первый взгляд, объяснить достаточно сложно. Одним из них был Андрей Дюшен, незаслуженно, к сожалению, мало известный сегодня в мировом научном сообществе французский эрудит первой половины XVII века, который занимал должность королевского географа и истериографа при Людовике XIII. Дюшен внес значительный вклад в развитие французского истериописания той эпохи в целом и оказывал влияние с помощью своих произведений на культурные и политические процессы, протекавшие во Франции того времени. И анализ его разнообразных достаточно по тематике трудов демонстрирует, что при их написании он выполнял заказы власти. При этом треть его изданного наследия, опубликованного при его жизни, составляют именно генеалогии французского и фламандского дворянства. И, кроме того, достаточно много неизданных генеалогических историй, принадлежащих его перу, хранятся в рукописях в архивах Французской национальной библиотеки. Популярность генеалогии как жанра во Франции этого периода принято объяснять склонностью вообще интеллектуалов того времени к изучению первоистоков, а также самим существованием аристократической модели, которая превозносила культ предков и родственные связи. Безусловно, и то, и другое справедливо, но Андрей Дюшен не был частным любителем или не был семейным историописателем какого-то определенного аристократа. Поэтому столь очевидное внимание человека, который занимал должность королевского историографа к дворянским генеалогиям, должно иметь более связанное с реальностью объяснение. И объяснения эти следует искать в той историко-культурной ситуации, которая сложилась во Франции в первой половине XVII века. Прежде всего, дворянство и аристократия в эту эпоху играли, повторюсь, весьма значительную роль в политической жизни Франции. В XVI веке дворянство стало ключевым ингредиентом управления страной, представляя собой посредника между короной и провинциями. И словами самого Ришелье, дворянство представляло собой один из становых хребтов государства. Некое политизированное такое засловие. Дворянское общество соприкасалось с государством посредством представителей знати, их деятельности и системой патрон-клиентских отношений, которая связывала мелких дворян и грандов. И как бы, в общем-то, не спорили исследователи о природе, о значении и силе связей внутри дворянского общества. Связи эти были реальностью. И генеалогические истории Андрея Дюшена представляли собой не генеалогии отдельных родов, а истории линьяжей, целых линьяжей дворянства. То есть, каждая работа включала в себя историю нескольких породнившихся между собой семейств. И таким образом, в комплексе, опубликованной в Дюшеном генеалогии, вот эта сеть связей внутри благородного сословия оказалась отраженной на бумаге. Эпоха религиозных войн и первая половина XVII века стали, как известно, временем апогея численности дворянства во Франции. И значительное влияние на жизнь Франции этого периода оказывало существование старого и нового дворянства, численность которого особенно возросла в XVI-XVII веках. Ну, опять же, как известно, изначально, когда после многочисленных войн XVI столетия численность дворянства резко сократилась, приток в благородное сословие людей не дворянского происхождения приветствовался. Однако уже и в XVI веке возникали проблемы, связанные с необходимостью исключить из благородного сословия простолюдинов, которые узурпировали дворянское звание. И в том же политическом завещании кардинал Ришелье, которое я уже цитировала, присутствовали упоминания об униженности дворянства чиновниками и необходимости защищать дворян от их притеснений. И в этой ситуации у короны возникла необходимость в документальном подтверждении древности того или иного дворянского рода. Генеалогические истории, создававшиеся на документальном материале, успешно выполняли эту роль, причем не только внутри рода для подтверждения собственного статуса рода дворянского, но и вне его с точки зрения уже власти центральной. С 15-го и 16-го века стали проводиться так называемые расследования дворянства, анкеты доноблес, которые основывались на свидетельствах окружения дворянских семей и на материалах семейных архивов. С 1660-х годов такие проверки участились, приобрели широкий размах и с этого момента опирались уже исключительно на письменные свидетельства. Более того, при Людовике XIV генеалогии дворянства стали составляться уже королевскими чиновниками, интендантами и опубликоваться. И автор одного из таких сборников, некий Лефевр Дека Мартен, в своих протоколах изыскания о дворянстве Шампани писал о желании короля получить вот эти сведения о дворянских линьяжах. С точки зрения Лефевра, цель составления генеалогии заключалась в том, чтобы послужить королю, создавая для него, ну говоря современным языком, своеобразную энциклопедию благородного сословия и, соответственно, побудить представителей благородного сословия быть верными королю и добродетельными. Что же касается Андрея Дюшена, то при составлении генеалогии он выбирал линьяжи старинных дворянских и аристократических родов, история которых прослеживалась вплоть до XI века, в отдельных случаях даже несколько раньше. И таким образом его усилиями создавался справочник именно старого родовитого дворянства Франции, которого было уже немного к этой эпохе. К сожалению, до сих пор не удается проследить, насколько полной должна была стать эта база данных французского дворянства, потому что, ну, во-первых, я уже говорила, что многие написанные Дюшеном генеалогии опубликованы не были. Кроме того, известно, что помимо истории французского дворянства он занимался историей дворянства фламандского, и частично эти работы были опубликованы. Но из его письма, которое хранится, так нам посчастливилось, в архиве Петербургского института истории Российской академии наук, известно, что его интересовала и история дворянства итальянского. И, возможно, таким образом он собирался показать связь французского благоварного сословия с дворянством и других стран, в частности, Италии. Тот факт, что генеалогии и генеалогические истории, которые создавал и публиковал Дюшен, имели для современников вполне реальную практическую ценность, подтверждается также опубликованная в 1622 году в формате инкварта 30-страничная такая маленькая генеалогия рода Рэдюбрей, в названии которой присутствует объяснение цели, ради которой она опубликовалась, а именно для процесса в Парижском парламенте в Пятой палате расследований. Ну, там речь шла о тяжбе между двумя дворянскими семействами. И таким образом генеалогии и Дюшена могли применяться не только как аналоги расследований дворянства, но и как доказательства в судебных процессах, так или иначе связанных с проблемами истории и происхождения. Идея дворянской расы и связи дворянства с историей поддерживалась королевской властью с конца XVI века для поддержания пошатнувшейся социальной стабильности. И в генеалогиях Андреа Дюшена французская аристократия, французское дворянство отчетливо представали сотворцами истории французского королевства. Ну, так, обосновывая выбор темы одной из своих генеалогических работ, Андрей Дюшен описал, что история знатных домов необходима для понимания истории общей. И происхождение исторического деятеля, его личные качества и заслуги были в глазах Дюшена величинами равнозначными. Таким образом, генеалогии Дюшена, в числе прочего, получилась функцию легитимации власти, легитимации того влияния, которым пользовались в стране дворяне и аристократы. А сам факт создания истории родовитых семейств не по их собственному заказу, а по заказу и под патронажем короны автоматически делало их более авторитетными и увеличивало одновременно престиж самих этих семейств. Дворянство Франции в этот период было активным субъектом внутренней политики, и Андрей Дюшен этой роли дворянства нисколько не умалял, подчеркивая значимость, причем не только и даже не столько крупных аристократических семейств, но и малоизвестных дворянских семейств, что отвечало принципам политики центральной власти по отношению к благородному сословию в этот период. Примечательен тот факт, что в самих названиях генеалогических историй первыми фигурировали не самые крупные, самые влиятельные семейства, а самые древние, входившие в тот или иной линяш, и они далеко не всегда были влиятельны в современную Дюшену эпоху. Кроме того, существовал еще один аспект, получивший отражение в работах Андрея Дюшена, как известно, в эпоху кардинала Ришелье и Людовика XIII дворянства шпаги было весьма недовольной ситуацией в стране, политикой правительства, и власть нуждалась в пропаганде верноподданнических чувств, пропаганде верности подданных своему королю, а воспитательное значение генеалогии и генеалогических историй признавал даже сам кардинал Ришелье, который утверждал необходимость тщательно следить за тем, чтобы дворяне оставались верными истинной доблести своих отцов. Это, в свою очередь, было возможно только при сохранении памяти об этой самой доблести. Понятие верности, понятие фиделитея было в ту эпоху очень важным, и идеал верности как одной из важнейших добродетелей присутствовал в различных работах Дишена, кстати говоря, в том числе в той, которая была посвящена институту королевской власти во Франции, а в генеалогических историях верность членов этих родов королю Франции являлась одним из вообще лейтмотивов. Упоминания о верности дворян королю не были слишком нарочиты, но они постоянно проскальзывали в повествовании и вполне могли воздействовать на читателя, особенно когда речь шла о характере формирующемся. А дидактическое измерение работы Андрея Дюшена прекрасно вписывалось в бытовавшее в раннее новое время представление о дворянском образовании, о воспитании морали, стремление к самосовершенствованию, для чего рекомендовалось изучать именно историю, как древнюю, так и историю Франции. И в этом смысле можно сказать, что Андрей Дюшен использовал максимум воспитательных и пропагандистских возможностей печатного слова своего времени. Но при этом само понятие верности вот этой самой Фиделите было обоюдоострым для формировавшегося абсолютизма, потому что во время мятежей, которые поднимали в ту эпоху Гранды, мелкие и средние дворяне оправдывали свое участие в этих мятежах именно верностью своему сеньору. А верность дворян королю, в свою очередь, напрямую зависела от существования личных связей между королем и дворянами. Но связи эти были весьма хрупкими в ту эпоху. Дворяне жаждали признания королем, и в случае отсутствия такого признания со стороны короля могли примкнуть к мятежникам. Властью принимались, как известно, и специальные меры по обеспечению королю контроля над страной, но составление по заказу короны королевским истериографам генеалогии французского родовитого дворянства также могло в этом сыграть не последнюю роль. Сам кардинал Ришелье писал о необходимости играть на честолюбие дворянства, и в связи с этим составление королевским истериографам генеалогии французского дворянства наводит на мысль о стремлении власти приручить с их помощью аристократию, что ликвидировало бы в идеале проблему мятежей, и одновременно сыграть на тщеславии и честолюбии дворянства мелкого и среднего, показать его роль в истории французской, в истории Франции, и самодостаточность этого самого мелкого и среднего дворянства, и таким образом поколебать верность дворян мятежным грандам. Итак, подводя итоги, можно сказать, что цикл генеалогии дворянских и аристократических родов, созданный Андрею Дюшеном, был тесно связан с протекавшими во французском обществе того времени процессами, с политикой центральной власти по отношению к благородному сословию. Одновременно этот комплекс генеалогии позволял охватить воображением всю Францию, и картина эта была многослойной, потому что совмещала прошлое и современность. И таким образом история французского дворянства соотносилась с историей страны и цементировала ее, эту историю, связывая людей, которые творили историю, с землей, на которой разворачивались описываемые события. И, наконец, обширный цикл генеалогических трудов Дюшена был отражением той системы связей, которая существовала в рамках благородного сословия во Франции и способствовал сохранению благородными семействами памяти не только о собственной истории, но и об истории друг друга. И таким образом продолжал и являлся частью общеевропейской традиции мемория. Благодарю за внимание. Спасибо.